Продолжаем нашу вторую часть видеоролика о том, как подготовиться к суду. Ну и вот я спрашиваю судьей, говорю, ну почему же вы не объяснили этой бабушке, что дело абсурдное? Он говорит, ну вот скажите, вы же работаете по определенным нормативам? Я говорю, да, вот мы должны наставку, там сколько-то скрытий сделать, сколько-то живых обследовательств. Он говорит, вот и я, сейчас может быть эти нормы уже изменить, но с 2000 года, вот он сказал, говорит, но я тоже должен три, говорит, дело сдать, иначе ему зарплату не начать, понимаете, вот он говорит, а у меня слава богу, понимаете, абсурдная ситуация, у меня слава богу, хороший район, где вообще почти ничего не происходит, то есть я, получается, вообще как бы не отрабатывают свою зарплату. И вот поэтому происходил в дальнейшем вот такой вот фарс, понимаете, с точки зрения, никому, на самом деле, он и ему не нужен был, и мне уж, тем более, потому что очень тяжело было, трудно добраться до этого района. Врач пребывал, знаете, в полушоковом состоянии, потому что он действительно лечил эту бабушку теми возможными средствами, которые у него были доступны в этом селе, вот, на самом-то деле. Ну и бабушке, так, в конечном итоге было разъяснено, что таких-то методов, на самом-то деле, не то, что в Украине нет на тот момент, а она находится вообще на стадии разработки. Ну, это об абсурдности ситуации, но бывают действительно серьезные ситуации, когда вас могут вызвать в суд. Так, что же вам в таком случае делать? Значит, первый этап, как я вам сказала, что, значит, вы должны ознакомиться у судьи заранее, по поводу чего вас вызывают. Во втором, вторым вашим, скажем так, этапом ваших действий будет то, что вы постараетесь дома подготовиться к выступлению в суде. Вот, если, например, вас обвиняют в том, что вы неправильно, ну, что может быть неправильно, не теми препаратами, или не в таком количестве, или же, допустим, вы лечили тем, чем надо было и в том количестве, но какие-то физиотерапевтические, допустим, не назначали процедуры, там, вот, тот же электропоред, там, еще что-нибудь, вот. Значит, что вам делать в таком случае? Вот у вас есть несколько дней для подготовки. Вы должны, как говорится, перечитать, перелопатить всю документацию по этому поводу, монографии поднять, почитать, перепроверить, да, действительно ли вы все правильно делали. Посмотреть протоколы МОЗ по оказанию специализированной помощи, значит, соответствующим больным. Ну, посмотрите, все ли вы сделали по вот этому перечню предусмотренного Министерством Здравоохранения. Вот. Ну, и если уже вы видите, что все правильно, да, еще неплохо, если у вас будет возможность все-таки посмотреть, может быть, в архиве сохранилась вот эта вот карта стационарного больного, вот, чтобы вы подняли и посмотрели, вот. Или амбулаторного больного, вот, ну, если нет, то уже, значит, придется ознакомиться с ней прямо во время работы суда, вот. И третий момент, самый главный, вы никогда не должны идти в сус с пустыми руками, да. Но это не то, о чем вы, наверное, подумали в первую очередь. Самое главное, значит, что я имею в виду под тем, что будьте несколькими руками. Вы должны всю вот эту литературу, которую вы предварительно осматривали, взять с собой. Вы должны взять все служебные инструкции с собой, в которых отписывается регламент ваших действий, вашего лечения, вот таких вот профильных больных. Вы опять-таки должны взять с собой протоколы МОЗ. Для чего это делается? Для того, чтобы, образно говоря, я ничего не имею против адвокатов, но на суде их надо морально убивать, иначе вы погрязнете в этом суде, надо убираться. Для того, чтобы вы могли убить адвокатов цитатой. Почему? Потому что манера нападения адвокатов обычно довольно агрессивная, они любят сбивать с толку всякими такими вот вопросами, типа, а вот вы точно уверены? Да, а вы, ну да, вы подумайте, хорошо, точно ли вы уверены, что это было вот так-то и так-то? А может быть, это было не так. Вы говорите, им легко человека запутать, особенно непосвященного. Поэтому, значит, вы должны не говорить своими словами, кроме того, чтобы вы вот поздоровались со всеми, да, а дальше вы открываете судебную инструкцию и просто зачитываете, что у вас было предусмотрено, такой-то, такой-то лечение. Ну, и если все хорошо, то и слава богу. Но бывают такие случаи, когда все-таки суд признает вас виновным. В таком случае вы не падаете духом. Есть еще процедура апелляционного суда, которая назначается в пределах там 10 дней со времени оглашения выроку, ну, решения суда. И, значит, вы за это время можете успеть составить правильный риск с помощью адвоката и нотариуса, отправить в апелляционный суд, опять-таки, теоретически подготовиться и приехать, и убедить судей в том, что вы делали все правильно. Ну, единственное, что, конечно, судей там в два раза больше, он потом тяжелее будет. Но я думаю, что если вы не виноваты, то правда восторженствует. Поэтому желаю вам удачи и всяких творческих успехов. Всем пока!